Пресс-конференция в центральном офисе пенсионного фонда. С помощью видеосвязи подключены районные и городские филиалы региона. Тема встречи животрепещущая. В середине ноября начинаются выплаты клиентам обанкротившегося фонда «Стратегия». Тем людям, которые перечисляли в него страховую и накопительную часть пенсии или были участниками программы «Тысяча на тысячу». Первые переводы на сумму около 94 миллионов рублей пойдут примерно 7 тысячам вкладчиков «Стратегии». Это те, кто на сегодня написал необходимое заявление. Более 3 миллиардов рублей из Негустарственного пенсионного фонда «Стратегия» передали Пенсионный фонд Российской Федерации. Хочу сказать, что та сумма, которую я сейчас назвал, более 3 миллиардов рублей, это не все те деньги, которые нашлись в этом Негустарственном пенсионном фонде. Агентство по страхованию вкладов обнаружило достаточно большую недостаточность денежных средств, но в соответствии с законодательством в Пенсионный фонд России передается номинал тех пенсионных накоплений без инвестиционного дохода, которые были зафиксированы в Негустарственном пенсионном фонде. Пенсионерам, обслуживавшимся в «Стратегии», следует обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или в любой многофункциональный центр. К слову, прием заявлений носит бессрочный характер, то есть те клиенты, кто еще не достиг пенсионного возраста, могут не спешить. Накопительные пенсии будут выплачены люди, начиная с месяца, следующего за тем, в котором у «Стратегии» аннулировали лицензию, то есть с апреля. За период с 1 апреля по октябрь 2016 года, за прошедшее время, мы единоразово делаем начисление, плюс к этому в ноябре месяце будет начисление ежемесячной выплаты. То есть получается, в ноябре месяце люди получат сразу за 8 месяцев, а дальше пенсия будет выплачиваться в ежемесячном режиме. Всего клиентов «Стратегии», которые достигли пенсионного возраста и могут обратиться в ПФР за выплатой пенсии, более 30 тысяч. Получить средства умерших клиентов имеют право их наследники. Для этого также нужно написать заявление. Фонд уже принял положительное решение по поводу 142 таких обращений. Что же касается людей, инвестировавших свои средства в деятельность «Стратегии», то тут особой ясности пока нет. Ими занимается главный ликвидатор фонда Агентства по страхованию вкладов Центрального банка России. Евгений Гуляев, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.